Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! И вначале коротко о темах выпуска. Районные публичные слушания прошли в Доме культуры. Тема – преобразование района в городской округ. Городские округа в Московской области, допустим, ремонт подъезда начинает еще с февраля месяца. Дан старт седьмой по счету премии губернатора «Наша Подмосковья». В областном Доме правительства состоялась пресс-конференция с организаторами. Уверены, что нестандартный подход к подведению итогов вас порадует и не видеть. В горках Ленинских прошел традиционный фестиваль авторской песни «Монагофест». Он как-то случайно узнал, что здесь февраля. Посмотрел состав исполнителей, послушал. Сейчас все в интернете есть. Решил съездить посмотреть. В районном Доме культуры состоялись публичные слушания. На повестке дня стояла тема – преобразование Ленинского района в городской округ. Как прошла встреча, узнала наша съемочная группа. Публичные слушания начались с речи главы Ленинского района Валерия Венцеля. Время его выступления жестко регламентировано и не должно было превышать 20 минут. Он обстоятельно разъяснил пользу преобразования района в городской округ. Городские округа в составе Московской области, допустим, ремонт подъезда начинает еще с февраля месяца. Объединение бюджета позволит сэкономить существенные средства. Также в городском округе значительно сократится число чиновников в поселениях, что позволит решать многие задачи гораздо быстрее. Власть сосредоточится у руководителя округа и совета депутатов. При этом система управления в самих поселениях будет упразднена. На сегодняшний момент муниципальный район, как система управления себя и живо, оперативно реагирует на те или иные изменения, особенно связанные с антикоррупционным законодательством. Практически ставит все закупки по какого крупного учреждения заявляя в тупик. Поэтому эта мера крайне необходима и нужна сегодняшний день очень сильно. На протяжении порядка полутора часов жители задавали вопросы о том, как изменится жизнь на территории с новым названием. Инициативу преобразования районов в округ в зале поддержало значительное большинство. Активные жители района, такие как Гульнар и Романадзе, высказывали свою позицию, где основным тезисом значилась польза для каждого гражданина, проживающего в муниципалитете. Ребята, вы чиновников же не хотите, и я их не хочу. Один глава, 20 депутатов, эффективное управление, спрашивать будут с кого. Я считаю, что это плюс, поскольку все мы помним, когда руководил Василий Юрьевич Голубев, не было поселений, был, собственно, один район, и было все замечательно, ни у кого отрицательных отзывов нет. Но сейчас возвращаемся практически к той системе, поэтому считаю, что это большой плюс. Свой вопрос задал и представитель партии «Роста» Роман Харланов. По его словам, с переходом на округ власть может отдалиться от граждан. Однако тут же предложил свое решение – увеличить численность членов Совета депутатов до 34 человек. Конечно, не везде, возможно, было оправдано создание городских округов на базе сельских поселений и так далее. Но это отдаленные районы, тем не менее. Уже прошло определенное количество времени, и там, где были созданы округа, благодаря вот этой синергии, объединению финансовых потоков в единый бюджет, получилось дать новый темп, задать хороший темп развитию экономики региона в целом. В отведенные на слушание два часа было задано множество вопросов. А по итогу забрания стало ясно – большинство жителей Ленинского района готовы к тому, чтобы жить в городском округе. Арсений Рогозянский, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодная губернаторская премия «Наша Подмосковья» снова открыла свои двери для новых, интересных, социально значимых проектов. В первые дни подачи заявок на участие в Доме правительства Московской области состоялась пресс-конференция, на которой члены экспертного совета рассказали про особенности проведения премии в текущем году. Главными спикерами были Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям, Евгений Князев, ректор Театрального Щукинского института, Галина Маланичева, член Общественной палаты Московской области, и Оксана Артюхина, победительница премии 2018 года. Журналисты могли задать интересующие вопросы каждому из членов совета. С чем связано уменьшение количества номинаций в этом году? Мы специально ничего не делаем, для того, чтобы мы специально что-то уменьшили. На протяжении шести лет губернаторская премия совершенствовалась. В этом году тоже произошли небольшие изменения. Количество номинаций в этот раз всего четыре. Экология, прорыв, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность. Творчество и духовное наследие. Пожалуйста, сюда входит и творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного библиотечного дела, исторического книг, сохранение объектов культурного наследия. Много вопросов было задано в адрес Оксаны Артюхиной, которая, в свою очередь, поделилась опытом участия в премии, рассказала об авторском проекте «Супермамочки Одинцова» и дала нужные советы для начинающих. Объявляйте внимание, на каком формулируется заявка, ну, то есть, по-разному, которые прикладываются к заявке, да, на видео материалы. Для подачи заявок на участие в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» выделено два месяца. Уже 12 августа состоятся традиционные презентации проектов. С сентября по октябрь будет происходить их оценивание экспертным советом, а в ноябре – торжественное награждение победителей. Внимание, велосипед! В летний период на улицах резко вырастает количество новых участников дорожного движения. Передвигаются они на велосипедах, скейтбордах или самокатах. И, как показывает практика, не всегда знают правила дорожного движения. Восполнить этот пробел призваны уроки ПДД, проводимые сотрудниками госавтоинспекции в школьных лагерях. На одном из них побывал наш корреспондент Максим Козлов. Кто-то из вас будет водителем, да, кто-то из вас будет пешеходом. И мы с вами разберем ситуации, которые гораздо часто у нас встречаются на дорогах. Роли распределены, можно приступать непосредственно к занятиям. Многие правила элементарны и знакомы ребятам, но, как говорится, повторение – мать учения. Мы сейчас проводим вот такое мероприятие профилактического характера. Напоминаем ребятам, что нужно использовать на таких транспортных средствах, какая должна быть безопасность, как вообще ребенок должен себя вести на улицах нашего города, когда выезжает на велосипеде. Вроде и знаки игрушечные, и разметка довольно условная, но необходимость подобных занятий очевидна. Например, из всех ребят по правилам был экипирован только один велосипедист. Мне очень недавно. Ну, зато, наверное, безопаснее. То есть, приходилось падать-то и спасала вот эта штука? Да. Сколько раз? Два. Для многих откровением стали жесты, которыми велосипедист должен указывать направление своего движения. Самое приятное то, что уроки проводятся не в душном кабинете, и ребятам это по душе. Больше нравится, наверное, на улице, потому что здесь можно играть с друзьями, отдыхать, наслаждаться чистым воздухом. Внимание к пешеходам, возрастные ограничения, использование специальной экипировки, знание дорожных знаков. Оказывается, не так это просто на велике гонять. Я узнал, что когда велосипедист будет поворачивать, он должен рукой показать, куда поворачивать. И ночью, когда он едет по прорезьей части, он должен надеть светодиоды. Я поняла то, что когда переходит пешеход, надо всегда останавливаться. Когда 14 лет, надо только можно по дороге ездить. Отрадно, что эти профилактические занятия приносят свои плоды. В Ленинском районе с начала сезона не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста. Мы зафиксировали решение! Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Они помнят, как все начиналось, как выглядело видно, задолго до того, как стать городом. Старожилы знают, почему на смену невысоким коттеджам в 50-х пришли эффектные кирпичные трехэтажные строения, которые и поныне украшают одну из самых ярких улиц нашего города – заводскую. В гостях у одного из таких старожилов, Михаила Александровича Завьялова, побывала наша съемочная группа. Мы встретились с доктором технических наук, профессором и краеведом Михаилом Завьяловым. У него дом на заводской 9, где он живет уже 67 лет. Когда отцу Михаила Александровича, как военнослужащему, дали квартиру в свежеостроенном доме, нашему герою было всего 13. Но первое впечатление о нем он запомнил на всю жизнь. Когда мы приехали, было двойное ощущение. Сначала какое-то очень что-то светлого, всего нового, хорошего, потому что все сразу асфальтировалось, порядок приводилось и, значит, зеленялось. И в то же время был виден какой-то ужасный тяжелый труд. Соседний дом строился только вот на моих глазах. И тогда даже не хватало кранов. И были только транспортеры такие, кирпичи подавались, значит, на транспортерах. И потом эти женщины на козлах, таких козули назывались, поднимали по шатким мосткам туда, к каменщику, который уже клал этот дом. Первоначально планировалось, что и тут появятся двухэтажные коттеджи, которые уже стояли на садовой, школьной, медицинской, зеленом и прудном переулках. Но архитектор Борис Ефимович вынужден был изменить проект, когда стало ясно, малоэтажная застройка не вместит всех работников коксогазового завода. Заводская улица, она была построена, собственно, последней из тех улиц, которые планировались по первоначальному проекту. Строительство началось после того, как весной 1951 года в Моссовете было принято решение о том, чтобы перейти от коттеджного строительства в рабочем поселке Видное к строительству трехэтажных домов. Липые кустарники вокруг Девятого дома, говорят краеведы, сажал собственноручно Тимофей Лемешко, заведовавший в ту пору лесопарковым хозяйством Видного. Большинство из деревьев стоят тут до сих пор. Несмотря на смену концепции, застройки в 50-е, трехэтажные дома на заводской, утопающие в бурной растительности, прекрасно дополняют образ города-сада. Особый колорит придают им оригинальные декоративные элементы и приемы кладки. Очень интересная кладка здесь. Вот никто этого не знает. Если вы присмотрите, здесь очень красивые слова. Значит, пять ложков, один тычок. Это значит, пять рядов кирпичей. Большой стороной вдоль – это ложки. И один кирпич, следующий кирпич – тычок. Углы украшены этих домов. Он сделал интересными окна. То есть вот забота о том, чтобы эти дома имели с внешней стороны эстетический вид, он об этом позаботился. В квартире у краеведа и ученого-физика-ядерщика легкий творческий беспорядок. Он только что закончил работу над очередным научным трудом на 500 страниц. Этот человек, которому слегка за 80, успевает заниматься наукой, преподавать в нескольких столичных вузах, сотрудничать с Видновским научно-исследовательским институтом технологий консервирования, изучать историю родного края и писать книги, в том числе автобиографические и краеведческие. На площади всегда стоял, был пост номер один в городе, стоял милиционер, всегда, летом всегда в белом китель, либо в белой гоностерке, в белых перчатках. Один раз я тут учался на велосипеде, что-то нарушил, меня там наказывал. Михаил Александрович уверяет, любовь к чтению и интерес к техническим наукам привили ему в родной второй школе в Видном, которую он много лет назад закончил с золотой медалью. Там же трудилась его мать, Мария Тимофеевна Плеханова, учитель начальных классов и талантливая поэтесса, член литературного объединения имени Шкулева. Вся жизнь ученого тесно связана с городом Видное, историю которого он продолжает изучать. Екатерина Борисова, Александр Локинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Горках Ленинских состоялся ежегодный, уже 12-й по счету, фестиваль авторской песни «Многофест». В течение трех дней на главной сцене звучала музыка и по традиции участники все вместе открыли дверь в лето. Подробности в сюжете Анастасии Гореловой. Первое приключение лета. Под таким девизом прошел 12-й по счету фестиваль на открытом воздухе. Гостей, как всегда, ждали различные арт-объекты, альпинистские аттракционы и, конечно же, много разной музыки. Команда у нас порядка 15 за два дня выступает, очень разнообразно. В этом главное отличие в течение лет. Мы поменяли немножко программы и подход, мы делаем разные вариации, чтобы каждый нашел что-то интересное ему по душе. Фестивальный всегда имел такие масштабы. Начиналось все с любительских вечеров авторской песни. Сейчас же это один из самых крупных эйров, где играет рок, джаз, акустика, электроника и другая хорошая музыка. Гости многофеста не только местные жители. На фестиваль насладиться музыкой, прочувствовать атмосферу едут из разных городов России. Алексей Федоров из Воронежа впервые оказался здесь и уже обзавелся новыми знакомыми. Он как-то случайно узнал, что здесь фестиваль. Посмотрел состав исполнителей, послушал. Сейчас все в интернете есть, решил съездить, посмотреть. Я только приехал, я бы хотел сейчас расположиться и слушать музыку. Сейчас заряжается аккумулятор, может быть, буду фотографировать, снимать. Самое важное после музыки это, конечно же, кухня. С ней здесь проблем нет. Ольга Волкова уже 12 лет подряд приходит на фестиваль, чтобы никто не остался голодным. Как аппетит у фестиваля? Отличный. Сон не предпочитают. Все любят борщ и плов. Если у вас есть дети, можете смело брать их с собой. Малышам точно скучать не придется. Для них здесь обустроены детские площадки, игры и аквагрим. Много желающих, да, много детей, много желающих. Кого хотят превратиться? Ну, вообще, больше всего хотел, почему-то в этот раз в лисичек превратиться. Еще хотел себе татуировку из «Игры престолов». Оказывается, здесь очень много, что есть для детей. Строят площадки детские. Вот мы шахматы играем. Музыка позитивная. На фестивале в этом году больше тысячи человек. Палаточный лагерь раскинулся на сотни метров. Песни под гитару были слышны отовсюду. Свобода – ключевое слово фестиваля. Анастасия Горелова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А теперь расскажем о погоде. В пятницу антициклон сохранит свое влияние на московской земле. При малооблачном небе и слабом ветре осадков не ожидается. Ночь на пятницу будет теплой от 12 до 17 градусов. Днем – от 26 до 31 градуса тепла. А у нас на этом все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова